Такие лужи, такая эта, слякоть. Я чуть не скатилась в это озеро, потому что больше нигде пройти нельзя, только по бровочке вот по этой. Вот так передвигаются по земляной дамбе через реку Пивоварку в районе Барнаульской ямы. Уже много лет жители местного частного сектора бьются за то, чтобы ее привели в нормальный вид и стало безопаснее. Здесь у нас размывает дорогу каждый год, одно и то же, ничего не предпринимается. Здесь все туда вот стекает и грязь, и дети прыгают через лужи. Невозможно ходить, не говоря уже о том, чтобы проезжать. Эта дорога одна из немногих, что ведет до школы на Гущино. Есть обходная тропинка, однако ее с недавних пор заблокировал местный житель, установив забор. Людям приходится делать крюк и путь до школы увеличивается как минимум на 30 минут. Дети выбирают короткую дорогу через дамбу. Ходить сложно тут. Камни, вода, дожди, лужи, ботинки мараются, в школу ходите грязными. Неудобно ходить. Жители пытаются добиться ремонта дороги с 2010 года. Последний раз городской комитет по дорожному хозяйству, судя по документам, обращал внимание на объект в 2019-м. Тогда подрядчик устранил просадки на гребне дамбы. Однако о полноценном ремонте речи никогда не шло. В связи с пообъектным распределением и ограниченностью бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы дорога по улице Совхозной не включена в план по асфальтированию на 2023 год. Вопрос асфальтирования дороги по улице Совхозной будет рассмотрен администрацией Ленинского района города Барнаула при формировании плана работ в рамках программы на 2024 год и последующие годы. Жители данного микрорайона убедительно просят администрацию включить данный объект в программу следующего года. Люди говорят, уже поколение школьников сменилось, а все ходим по грязи и с риском уйти по ней в воду. Мы же в справедливости ради отметим, спустя 10 лет начала решаться другая проблема – с освещением. Сейчас на Совхозной устанавливают фонари. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.